МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет на канале Улдачман. Сегодня мы с вами поговорим о бецаль-карте, о том трюке, который существует для обналичивания этой карты. Мне многие зрители, комментаторы писали, что эти граждане-беженцы, мигранты, получая свою бецаль-карту, могут все равно бегать по магазинам, покупать товар, сдавать его обратно и таким образом будут иметь возможность получать наличные по своей бецаль-карте, которую обналичить, по мнению правительства, невозможно. Так вот, существует один трюк, который уже эти граждане-мигранты используют в своей практике. А именно, они идут в магазины и покупают гудшайны, вот эти вот купоны подарочные для покупки товара в этом магазине. Допустим, магазин Кауфланд или Ауди или Лидл, они идут и закупают на свою эту бецаль-карту достаточное количество купонов. Что же происходит с этими купонами дальше? Организация, так называемая ультралевые, радикальные вот эти вот социалисты, сейчас сзади меня идет маленький такой видеоряд, на этом видеоряде вот такие вот называют себя климоактивистами, перекрывают дороги, садятся задницами на асфальт, не пропускают после пяти вечера, когда час пик машины, чтобы они проезжали по дороге. До этого года этих климоактивистов полиция отрывала с кишками от этого асфальта, многие водители их избивали, поэтому сейчас, когда вот эти вот климоактивисты идут, они уже не клеются к асфальту, потому что, во-первых, асфальт нагревается за весь день. Допустим, сегодня у нас на улице была жара 35 градусов, представьте себе, если они сядут и своими вот этими хиплыми ручоночками приклеиваются суперклеем к асфальту, то получат сразу же ожог кожи. Поэтому они просто садятся на асфальт или стоят, как истуканы с плакатами, нужно отказаться от добычи нефти, всем перейти на, как она называется, на возобновляемую энергию. Что такое возобновляемая энергия, эти активисты не знают. И этих активистов за полтора-два квартала охраняет полиция, чтобы, в первую очередь, водители на машинах, едущие с работы домой, уставшие, не отметили ли вот этих активистов, на чем свет стоит. Так вот, эти активисты являются одной из частей вот этих ультралевых радикалов, которые подсказали мигрантам, как можно обналичить вот эту бецаль-карту. То есть, эти покупают вот эти вот купоны подарочные в магазинах, приходят на улицу или где они там с ними встречаются, эти климо-активисты, эти ультралевые радикалы выкупают у них эти купоны. Но мигранты хитрые, они купон, допустим, который стоит 50 евро, они продают его за 60. Купон, который стоит 25, они продают его за 30. То есть, они еще навариваются на этом. Ну, а вот эти вот сердобольные граждане, которые считают, что правительство поступает некрасиво в отношении бедных беженцев из Пакистана, Афганистана, Сирии, Туниса, Алжира и других стран, не давая им возможности закупаться в магазинах наличными деньгами. Эти вот граждане-активисты, по факту, перекупают вот эти купоны, доплачивая им дополнительные деньги по свыше номинала. Об этом трюке стало известно буквально недавно. Естественно, у нас в Баварии сейчас эта бецаль-карта введена практически во всех округах. И баварскому сенату, вот этот лан-так, им стало сейчас известно о том, что существует такой вот трюк, при помощи которого вот эти вот мигранты, вот эти беженцы, все-таки могут обналичить свою карту. Для чего они это делают? В первую очередь, чтобы отправлять деньги своим родственникам на родину. С одной стороны, это хорошо. Они пытаются хоть как-то поддерживать своих родственников, оставшихся на родине. С другой стороны, вероятность того, что такие же дополнительные мигранты, набрав бабла, которые переправляют отсюда якобы родственникам к себе на родину, заплатят контрабандистам, и контрабандисты привезут их сюда, тоже высокая, очень высокая вероятность. Почему бы этим мигрантам, которым выдают временный статус вот этот вот на проживание в Германии, не устроиться также на временную работу? На этой временной работе они бы получали как минимум в два раза больше зарплату, чем им начисляют на вот эту бецаль-карту. Для тех, кто еще не знает, какое у них пособие для одиночки, для одиночки мигранта пособие, начисляемое на эту карту, составляет всего-навсего 460 евро. Вы скажете, о, это хорошие деньги. С одной стороны, хорошие, если жить действительно очень экономно, с другой стороны, этих денег мало. Но тем не менее, как-то вот эти вот граждане-мигранты ухитряются обналичивать при помощи вот этого трюка, который он сказал, свою бецаль-карту, обращаясь к ультралевым радикалам. И так и живут. А откуда вы спросите у ультралевых радикалов деньги? Ведь если, к примеру, эти климо-активисты нигде не работают, но каждую неделю, вот у нас в городе они каждую среду в 5 утра перекрывают движение. Приезжают полицейские машины, перекрывают улицу на 200-300 метров вперед, чтобы водители не подъезжали и не сбивали их или не отрывали их от асфальта и не метелили их. И охраняют вот этих вот радикальных, скажем так, климо-активистов. Вместо того, чтобы закрыть их за решетку и больше их оттуда не выпускать. Хотите бороться за климат? Пожалуйста, вот вам метла в зубы, вперед подметать окурки, которые твои же друзья выбрасывают на улицу. Или мусорные бачки переворачивают по вечерам, когда идут, от нечего делать гуляют и бьют ногами по этим мусорным урнам. Но благодаря тому, что у нас правительство вот такое вот настолько толерантное, лояльное, с огромными-огромными рогами, как у сибирского морала, у нас в стране происходит то, что вы сами можете своими глазами наблюдать. И да, по поводу вот этих вот ультрарадикалов, оказывается, партия зеленых требует, чтобы на следующих выборных вот этих вот флайерах, плакатах и так далее, если где-то кто-то из этих клима-активистов будет баллотироваться на пост какого-то локального политика или регионального политика, не приведи Господь, конечно же, чтобы писали, что профессия клима-активист. То есть вышел раз в неделю, с задницей сел на асфальт, поорал, откажитесь от добычи нефти, перейдите на взаимодействие, на энергию, терапыры, терапыры, заработал одноразово 250 евро от своих спонсоров, которые способствуют таким вот акциям, и ты уже работаешь, то есть это профессия, клима-активист, это профессия. Так вот, единственная партия в Германии, которая требует, чтобы во всех вот этих вот выборных флайерах, плакатах и так далее, убрали слова, словосочетания клима-активист это профессия, единственная партия это АФД. Опять-таки, двоякое отношение к этой партии. Вроде бы, они говорят хорошо и правду, а с другой стороны, получается, они играют на чувствах избирателей для того, чтобы выиграть как можно больше голосов себе на следующих выборах. Абсолютно все население, коренное население Германии против АФД. Я не спорю, нет, нет, нет. Чисто граждане немецкой национальности, разговаривающие на суржике и разговаривающие на русском языке с казахским акцентом, кричат, что АФД это единственная партия, которая заботится о народе. Ну и вторые, которые кричат за эту партию АФД, бывшие пять земель ГДР, бывшие ГДР, новые земли Германии. Там сейчас АФД набирает обороты катастрофическими скоростями, честно, огромнейшими скоростями. И вероятность того, что на следующий год на выборах в Бундестаг АФД придет 50 на 50 с другими консервативными партиями, сводится тоже один к одному. Поэтому ожидать чего-то более существенного от нашего правительства или от тех, кто будет лоббировать партии на выборах, ожидать чего-то хорошего вряд ли. Вряд ли. Тут уже покажет именно предвыборная гонка, когда они друг друга начнут грызть. Причем грызть так, что будут метать грязью друг в друга прямо на ток-шоу, в телевизоре, на всех передачах. Вот это будет действительно интересно. Это будет действительно интересно. Но возвращаясь к вот этим мигрантам и их бессалькарте, если по всей Германии до политиков опять-таки я вот не восхваляю Баварию, но Бавария, Баварский Сенат первые, кто укукал вот этот вот трюк, при помощи которого эти мигранты обналичивают свою бессалькарту. Если все политики в Германии поймут, что это такое и на государственной основе, на законных основаниях запретят обналичивание вот этой бессалькарты даже таким образом в любом магазине, будь он промышленный или продуктовый, то есть при замене вот этой наличности, которая находится на карте на подарочные купоны, то тогда этим мигрантам действительно станет жить здесь намного хуже. им у них будет или один выбор уехать обратно к себе домой, или второй выбор устроиться на работу и зарабатывать реальные настоящие деньги и не зависеть ни от каких-то ультра-левых радикалов сердобольных, готовых подставить свою спину под нож этих тунисцев, афганцев, чтобы только доказать, что они лояльно относятся к этим гражданам, вот этим мусульманам, приехавшим сюда и кричащим, что всем здесь нужен халифат, всех нужно одеть в паранджу, в хиджаб, все мужчины должны ходить с бородой и быть обрезанными, если нет, то вы все неверные, всем вам место на кладбище. Ну, кто-то еще скажет, что ислам это миролюбивая религия? Я не думаю, я не думаю, потому что то, что происходит сейчас, никак миролюбивой религии или миролюбием или добротой к другим людям, никак это не назовешь. Те люди, которые в возрасте 50, 60, 70 лет, приехавшие, допустим, сюда, в Германию из советских мусульманских республик, они себя так не ведут, они в шоке от того, что происходит сегодня с 20-30-летними мусульманами. Они все в шоке от этого, и они говорят, настолько сильно идет промывка мозгов вот этим радикальным исламом, вот этим молодым людям, что просто диву даешься, как они сами не соображают того, что их готовят как боевиков, их готовят как террористов. Время покажет. Вот такие вот дела. На сегодня больше новостей нет. Не забудьте подписаться и всем удачи, не валяйте, пока. пока. Продолжение следует...